Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, забираем, Лига Самураев, колода. Ну что же, посмотрим, что мне достанется здесь. Вау, неплохо, неплохо. Микеланджело, 20 карточек, 50 осколков, золотых и обычных. Так, и здесь еще, конечно же, забираем, отлично. Так, у нас новые вызова, но для начала мы посмотрим с вами колодочки две. Пицца, мутаген, баксы, звездочки и что там? Ага, астрозуп, две карточки. Уже что-то. Открываем следующий пак и смотрим. Так, и что у нас там в конце-то? Ага, змейка Бьюн. Да, я вам скажу, что это совсем неплохо. Забираем здесь баксы. Ага, телепорты бесплатные, две штуки. Так, а у нас задание? Нет, по-моему, нету ничего по заданиям. Турнирная арена. Я, наверное, на нее не пойду. Сейчас есть дела, наверное, и поважнее. Да, да, я думаю, что мы с вами будем, наверное, раскачивать своих персонажей. Вау, паукус. Ну-ка, давайте-ка поднимем его в ранге. Да, он у меня получает три звезды. Есть. Теперь он у нас в серебре. Замечательно. Ничего улучшать мы ему не будем. Так, надо повысить нам зэка обязательно по уровню 55-й левел. Получает шикарно. Что у нас еще? Ну, мутагена у нас мало, ребят, осталось. Так что, в принципе, больше ничего мы, наверное, сделать не сможем. Но зато мы можем купить себе. А нужно ли? Я думаю, что нет. Нам это не надо. Так, 530. Маловато. Всего этого мало. Недостаточно, чтобы мы могли с вами что-то купить. Во. А вот за кристаллы, я думаю, что за осколок лишнее стоит немножечко подраться. Тем более, здесь у нас с вами Бакстер. Еще он, как говорится, не мутированный в оригинальной форме. Далеко, конечно, мы с вами здесь не уйдем. Но, тем не менее, немножечко осколочков мы добудем с вами. Ну, здесь он сына, поэтому мы его сейчас быстренько тут разберем. Отлично, упал. Естественно, сразу же отправляемся на следующий бой. И я думаю, что в третьем, наверное, мы с вами и застопоримся. Ну, главное, что опыт у нас растет. 8 осколков мы получили. Эпизод 2. 40-й левел у него уже. Да, и я думаю, что это будет последний у нас Бакстер. Ну, что же, давайте посмотрим, как у нас будет все. Опа, неплохо он волной припугнул. Слушайте, я даже не знаю, сможем ли мы ему здесь люлей-то навешать. Сейчас начнет тут колбасить. Хотя нет. У меня должен простоять, естественно, мой рафик. Так что ничего страшного не будет. Так, отлично. Давай-ка, Майк. Да, ну, эти ребята, конечно, очень слабенькие. Вот только раф может с ним, как говорится, совладать. Хе-хе, даже не добил. Ё-моё, ай, ты чё там? Оу, круто. Ну что, здесь мы его опять же победили. Ну, а дальше уже всё, ребят. Тупик. Я вот не знаю, стоит ли вообще рисковать. Думаю, что нет. О, 16 осколков получили. Осколочки нам пригодятся. Ну, посмотрите, эпизод 3, 60 уровень, плюс у него 5 звёзд. Куда? Конечно же, не будем прыгать даже. Есть, конечно, некоторые задания под сомнениями, но не сейчас. Так, ну что ж, давайте посмотрим, ребята, испытания. Так, тут у нас эпизод 1. Давайте глянем. Ух, этих-то сумков мы сейчас быстренько с вами разберём. 10 уровня. Ух, красота. Может быть, даже что-нибудь с вами получим. Так, ну что, понеслась? Тут даже, как говорится, и думать нечего. Разберём без каких-либо проблем. Так, вторая волна. Опять тут маузеры эти у нас находятся. Сейчас мы их по-быстренькому всех разберём. Интересно, докуда мы с вами сможем дойти? Так, третья волна. И здесь у нас уже Бакстер Муха. Уже мутированный. Так, минус. Давайте вот так сделаем, с сюрикенами. О, упали все. Ну что же, победа. Что нам дадут? Дать что-нибудь хорошее. Ну давай, давай, не томи. Ага, Бакстер Муху нам дали. В принципе, я не против этой карточки. И у нас уже 20 уровень у врагов. Давайте будем смотреть. Так, тут уже 4 волны. Первая пошла. Тут у нас Самураи и Футы. Ладно, будем быстренько их разбирать. Я опять же думаю, что никаких проблем не будет с 20 уровнем. А там уже, наверное, следующий будет 30-й. В принципе, я думаю, что тоже разберемся там. А вот уже на 40-м, наверное, встрянем. Хотя не будем загадывать. Кто его знает, что там будет. Какие монстрики. Может быть, довольно все легко и хорошо у нас пройдет. Отлично. Получили они звездюлей. И здесь у нас... Ага. Мутантская рыба. Ух, упала. Даже пикнуть не успела. Ах ты, елки-палки. Ой, даже урона никакого не нанес. Извини, мутант-ниндзя. Пора тебе на покой. Три звезды. Отлично. Естественно, сразу же передвигаемся на следующий эпизодик. Вау. Карточка саблезуба нам досталась. Так, и здесь у нас Хан. А в конце Шреддер. Ну, до него мы вряд ли дойдем, конечно. А вот Хана. Так, 35 уровень у него. Да, наверное, все-таки вздрючим. Три волны. Тем более, тут опять маузеры эти. И я их обожаю, в принципе, бомбить, когда они очень маленькие. На высоких уровнях, вы сами прекрасно знаете, у них массовые атаки. По нам бомбят довольно нехило. Ну, эй, Лео, Лео, как же так, а? Ха-ха-ха. Так, ну а что здесь? Опять же, ничего, ребята, сложного нету. Вы все прекрасно видите. Разбирают у нас, ребята, это без проблем. Отлично. Все, упали. Ну, и заключительное, где у нас находится сам Хан. Вот он, в серединке. Эй, да что же вы делаете, ребят? Ну, кого вы бьете, ё-моё, а? Хана надо было. Ну, в принципе, тут не важно. Все равно. Ах, ты смотри-ка, бомбану маленько. Так. Ну, добиваем этого самурая. Отлично. Все, Хан, ты наш. Рафик, зачем ты это делаешь, а? Я не понимаю. Иногда автобой подтупливает, но тем не менее. Уу. Бум, упал. Так, ну все, наверное, на этом автобое у нас заканчивается. Пора, наверное, брать в свои руки все. Опыт. Отлично. Скоро, кстати, уже будет 57-й уровень и достается нам карточка Хана. Так, глядим, что у нас здесь. 45-й, 40-й уровни. Да. Ну, вот здесь, ребята, скорее всего, я уже буду сам рулить этой ситуацией. Так, погнали, наверное, вот с этого. Вау. Ну, в принципе, довольно неплохо разбираются. Я думаю, что не должно быть никаких у нас проблем с этими ребятами. Да и вообще с этим эпизодом. Хотя Лео какой-то уже покоцанный. Он, скорее всего, у нас здесь и упадет. Самый первый. Сейчас, если два удара, это чепушило пропишет. Ага, он не успел. Замечательно. Так, вторая волна. Тут у нас Хан стоит. Надо вот так вот их, наверное, покарать маленько. Отлично. Так, подхил. Только ради тебя, Лео. Ха-ха. Ну и провокация, конечно же. Все. Тут уже, естественно, будет наша победа. Никто нам ничего не сделает. Ах ты. Ну ты Хан даешь, а. Защиту понизил нам все-таки. И сопротивление, естественно. Так. Ну, я думаю, что для нас это ничего не страшно. У нас есть Майк. И... Не-не-не. Ну, блин. Раф, почему ответку не даешь? Странно. Я ему прокачал вроде бы все, а он стоит как дурачок и не двигается. Ты посмотри, а. Ну, естественно, Хан будет бомбить самого слабенького. Чтобы хотя бы хоть кого-то у меня здесь победить. Ну, я думаю, что вряд ли он это успеет сделать. Ага. Так. Ну-ка давай попробуем снять с него ускорение. Дудки. Не получилось. Да ладно. Ну, должны победить. Есть. Ну, в этой волне, конечно же, у нас Лео упадет. К сожалению, здесь у нас два босса. Саблезуп и как-то там Рахзар. Это, конечно, не есть хорошо. Провокаций тоже нету. Вот только немножко усилимся. Так. Ну-ка бомбим. Бомбим. Смотрим. Ну, в принципе, неплохо. Да. Лео упал, к сожалению. Ну, честно говоря, я... Догадывался, что так и будет. Ага. Рахзар повесил на себя провокацию. Ну-ка давайте его... Черт подери. А мы ему атаку понизили. Хе-хей. А будет знать, как выделываться. Согласитесь. Добиваем его. Молодец, Майк. Так. Ну, куда ты? Куда ты там выделываешься? Все, ребят. Вы напросились. Просто-напросто. Будем разбирать потихонечку. Да что там потихонечку? Со всей прытью. Что у нас есть? Ну. Раф, давай. Молодец. Добили. Отлично. Ну, ребят. Я думаю, что следующий поединок уже... Точнее, следующий эпизод будет уже нам не по карману. Хотя... Вот. Рахзар. Получили мы его. Эпизод... Так, подожди. Четвертый мы прошли. Вот. Эпизод пятый. И, в принципе... Ё-моё. 55 уровни. Нет. Я боюсь, здесь мы не справимся. Ну-ка, посмотрим, что нас здесь ожидает. О, довольно неплохо. Я думаю, есть смысл заморочнуться. И у нас тут паукус. Ммм. Почему они, интересно, с 12 уровня начинают? Кстати, здесь, ребята, такие персонажи колоритные. Вот. Всё. Моя пачка укомплектована по полной программе. Считай, самые мощные персонажи здесь. И автобой должен тут всё разрулить пока ещё. Не будем здесь заморачиваться, да? Слишком сильно. Что-то выдумывать какую-то стратегию. Вау. Что это за скелеты? Откуда вообще они взялись? Это, по-моему, даже не из этой песни. Не из этой игры. Это больше какой-то RPG, блин. Ладно. Третья волна заключительная. Ага. Рахзар. Майк. Пицелиций. И... Люди-грибы. Не знаю, почему их называют люди. На самом деле, они какие-то медузы. Больше на них похоже. Так. Здесь у нас всё отлично прошло. Давайте-ка сразу же будем переходить на следующий эпизод. Думаю, ничего страшного. Карточка паукса нам достаётся. И здесь уже разыгрывается Пицелиций. 25 уровень. Хорошо. Я не против. Я только за. Ух, какая слабенькая командочка здесь собралась. Так что, ребятушки, я думаю, что автобой здесь тоже самое разрулит всю ситуацию без нас. Надеюсь, он не сплохеет. Так. А здесь у нас, в принципе, ничего сложного нет. Все будут падать у нас с удара. Так. Молодцы. Отлично. Двигаемся дальше. Третья волна у нас. Вау. Это что у нас там? Лео с щитом? Хе-хе. Хорошо. Все. Так. Забомбили, ребята. Практически без каких-либо проблем. Лео падает. Все. Ну что же. Будем переходить уже тогда сразу на третий эпизод. Смотреть, кто у нас там. Для меня лично здесь большую роль играет карточки и опыт, который нам дают. Эпизод 3 и разыгрывается Крип. Да? Что мне достанется сейчас? Ну? Ай, 25 жетонов. Ладно, еще разок крутанем. И... Во! Леонардо ролевой. Две карточки. Это уже хорошо. А здесь мы можем с вами майки, по идее, получить. И... Ё-моё! Ролевой майк нам достается две карточки. Ну что же. Вот и сам Крип. Так. 30 и 35 уровни. В принципе, также должны пройти без проблем. Паучки. Люди-грибы. Сейчас они у нас получат тут звездюлей по полной программе. Естественно, ребята, на автобое все идет. Пока еще нет смысла здесь брать управление в свои руки. Ничего сложного нету. Может быть, здесь только на боссе? Хотя вряд ли. Мы там и тоже должны справиться. Отлично. Отлично. Зэк сработал. Что за рыцари? Откуда они взялись? А? Может быть, мы где-то с вами когда-то в мультике могли путешествовать во времени. И они именно оттуда? Вот. Крип. Ага. Дони. Мак. Все. Я, кажется, вспомнил откуда. Не, ребят. Я играл раньше в игру. Кстати, я еще ее до сих пор не прошел. Надо будет как-то ее допройти. Там уже немножко осталось. Забыл даже название ее, елки-палки. В общем, там они путешествовали во времени. Ну, я рыцари не помню. Да, я помню там динозавров. Еще каких-то каменных големов. И всякая там ересь. Но скелетов и рыцарей там не было. Хотя костюмчики у них были, да. Такие ролевые. Они могли там надевать на себя шлемы. Потом еще какие-то... Очень много там костюмов. Так. Ну что? Карточка Крипа нам достается. И... Блин. Я даже не знаю. Эпизод четвертый. Давайте-ка, может быть... Хотя у меня порталов мало. Ладно, поехали, ребята. В эпизод... Да ладно, блин. Еще и сыр закончился. Ну как же... Все не вовремя, а? Ну и что прикажете мне тогда делать? Блин, сыр закончился, а? Жаль. Очень жаль. А может быть мы можем что-то с вами здесь развить? Хм. Хотелось бы что-нибудь. В принципе, зэк меня устраивает. У него довольно неплохие. Во, здесь нужен магнитофон. И... Да елки-палки. Три звезды нужно получить. Это эпизод 6.6. Вряд ли у нас, конечно, это все дело получится. Так, сюжетка. Давайте, ребята, с вами на сюжетку прогуляемся. Эпизод 7. Так, полтинники и 52 уровни. Слушайте, я думаю, что должны справиться. У меня все-таки Раф и зэк за полтинник. Была, как говорится, не была. Это та муха, что вечно жужжит рядом. Бакстер Мухман. Хе-хе, Бакстер Мухман. Меня зовут Бакстер Стокман. Да, конечно. Нам безразлично, как зовут муху. Говори, а то раздавлю твою голову, как смородинку. Хе-хе. Хорошо, у меня есть предложение. Нужно поймать черепах. И почему мы должны делать это за тебя, жучара? Какая выгода нам с крошкой Иваном? С крошкой. Может, сила и власть вас заинтересует? Подкупает гаденыш, да? Набирает, как говорится, армию против нас, вербует. Хорошо, будем колбасить их. Отлично. Маузер упал. Причем с удара. Да ладно ты, успокойся, ё-моё. Ай-яй-яй-яй, слабенько. Слабенько у нас идут удары. Но, тем не менее, ребят, пробиваем потихонечку. Но справляемся. У них как-никак полтиннички. У меня только лишь Зэк и Раф за полтишок. То есть 55-56 уровень, остальные все ниже 50 уровня. И вот этот вот скилл мне совсем не нравится. Это уворот. По ним проблематично попасть будет. Но пробиваем все-таки. Ай-яй-яй. И как-то Краф мог промахнуться. Я не понимаю. С таким преимуществом. Ё-моё. Вот она. Вот она мухонавозная. А ну-ка давай, массухой. Пропишем слегонцухи. Отлично. Так, надо этого говнюка сносить. В первую очередь. Да ладно, как так? Ну-ка. Бомбанейка Шреддер. Своей бригадушкой. Так, он сейчас будет стопудово отхиливаться. Если мы сейчас, хе-хе, некого отхиливать. Теперь пускай применяет свою пробирку. Никчемная жучара. Правильно назвали, кстати, его. Сейчас мы его, ребят, здесь и положим. Никуда он уже не денется. Он у нас со слабой атакой. Плюс у него пониженная скорость. Сейчас мы ему повесили минус исцеления. В общем, он готов. Ага. А вот здесь у нас Зэк и Иванушка. Провокацию, в первую очередь, от Рафа. Теперь я, как говорится, у кое-кого в запазухе. Мне ничего уже не страшно. Надеюсь. Ааа, вот такие удары мне, конечно, не нравятся. Массовые. Они нам не помогают. Снимаем себя и плюс вешаем ускорение. Так, давай. Опа, отлично. Пониженная атака. Все окей. Подхил, естественно, от Шреддера самого. Бомбанешь в ответку? Молодец, Раф. Вот, наконец-то, ты начал работать в полную силу. А то сидел там, дурковал, блин. Ну, добьешь? Эй, Шреддер, Шреддер. Ну, тебе простительно. У тебя маленький уровень. Так что, давай. Вот так, отлично. Так, Иванушка, блин, ты их завязывай там со своими гранатами. Шреддер, держись, не падай. Я должен успеть завалить этого Ваньку. Ты у меня единственный в данный момент в компашке хиллер. Так что, держись, смотри у меня. Ну, Зэк, пропиши ему. Отлично, молодец. Прошли все-таки, мои филипки. Я очень рад этому. Так, мы, могу сказать одно, ребят. Продвинулись с вами еще на один эпизодик в основных заданиях. И у нас восьмой следующий эпизод. Так, 51 уровни. В принципе, должны, наверное, ребята, мы с вами справиться, да? Ох, ну почему все плохое случается только со мной? Не хочу быть безобразным мутантом. Я слишком красив. Хотя я и предпочел оставаться человеком, но стать наполовину носорогом не худший из вариантов. Вот так вот. Ты с ума сошел? Посмотри на меня, я похож на свинью. Нет, чувак, так нечестно. Моя жизнь кончена. Это был диалог о Ракстеде и Бибопа. Ну, а у нас здесь, смотрите-ка, очень много механизмов всяких ненужных, которые нужно разобрать. Я надеюсь, мы... Ах, ты посмотри, что делают. Массовыми ударами они тут балуют. Причем практически все. Да. Шреддер, а у тебя, по-моему... А, почему и нет? У него же должен остаться, ребята, да, отхил? Это же не на арене, где мы с вами использовали, то оно переходит на следующий уровень. Тут все по-другому. Так. Может быть, конечно, я зря это сделал, ребята. Рафиком-то сделал провокацию. Она бы нам, наверное, пригодилась бы в дальнейшем. Ну что же, Рафик, давай бомби их тогда потихоньку. Молодец. Каждый удар свой отработал. Падай ты уже здесь. Нет, Шреддер, ты здесь не... Ах, ты смотри-ка, потянул. Я думал, он не справится. Так, еще большая куча всяких нелепостей нас встречает. Так, я даже не знаю. Зэк, давай, наверное, без этих выкрутасов будем так бомбить. Ну-ка, понизим. Да, не всем, конечно, понизили атаку. Ой, защиту. Но все-таки почти 50%. Даже, скажем, 45%. У нас есть суперудар от Шреддера. Мы его немножечко придержим. Хорош ты уже тут своей сракой баловать. Ё-моё, неужели Тигр сейчас упадет у меня? Я навряд ли его смогу спасти. Не успею элементарно. Элементарно. Черт, вот плохо. Так, упал. Тут, в принципе, врагов-то осталось у нас. Шиш, да не шиша. Так, этот сдохнет. Отлично. Ха-ха-ха. Ну что же. Блин, он будет сейчас атаковать. Если мы ударим, да? Это же контрудар, по-моему. Ну-ка. Ну, конечно же, контрудар. Хотя, не так уж он и сильно бомбит. Блин, придется, ребята, атаковать. Ну, не супер удар же на него истрачивать. Все, он наш. Бэм. Но я боюсь Тигра, что на третьей волне мы с вами спасти не сумеем. Ё-моё. В принципе, тут не так уж и много. Провокаций нету. Хотя у них массовые удары. Вряд ли нам тут что поможет. Отхил от Шреддера нам не дождаться. К сожалению, блин. Так, попробуем сделать так. Замедлить их. И массовым ударом. У нас это все равно последняя пачка. Никто не упал. Ё-моё. Ну-ка, Шреддер, не подкачай. Не подведи меня. Ох ты. Шикарно. Все, ребята, отлично. С тремя звездами я даже сам от себя этого не ожидал. Круто. Че я могу еще сказать? Крэнги уже отправили бойцов, которые готовы быть отправлены. Крэнги не просто отправили бойцов, которых Крэнгам приказали отправить. Крэнги отправили всех бойцов. Че несут? А вот это радует. Мутанты, называемые черепахами, станут уничтоженными мутантами. Да уж, хорошенько, конечно, пообщались. Ну что, ребята, получили немножко опыта. Давайте-ка мы с вами одним глазком глянем. Хотя вряд ли. Даже смотреть не стоит. Эпизод у нас какой? Эээ, девятый. Так, просто посмотрим. Пятьдесят вторые и пятьдесят четвертый уровни. Это, конечно, жестко. Не будем даже пока рисковать. Надо еще немножечко нам подкачаться, а потом обязательно уже будем бомбить. Так, а тут у нас эпизод двенадцатый. Ну-ка посмотрим. Ооо, тут эти два брата. Пятьдесят четвертого уровня. Эх, я помню как-то попробовал их побомбить. Ничего у меня хорошего не вышло. Они меня просто порвали в хлам. Так что даже рисковать не будем. Так, у нас сыра нету, чтобы испытания дальше проходить. Черт, неужели мы приплыли с вами? Ну, давайте хотя бы посмотрим. О, смотрите-ка, здесь можно вот эту штучку одну. Да, нет, нельзя. А я-то уж обрадовался. Думал, сейчас с вами изучим еще один перк. Ну что ж, дорогие друзья, давайте на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся вскоре. Субтитры сделал DimaTorzok